всем огромнейший привет идем в землянку на несколько дней многие писали что хотели бы посмотреть вторую пещеру в прошлом ролике если кто не видел я пока это снимал пещеру которая у нас здесь есть а сейчас иду во вторую пещеру после посещения пещеры пойдем уже в землянку наверное уже будет вечер подготовимся к ночевке и будет все по ходу дела как говорится вы видите природа оживая птички начинают петь уже пахнет весной нужно мне еще найти постараться хотя лес сосновый большинстве но попадаются березки хочу сувель или кап найти и вырезать из него чашу а то все над и нарды нарды делаю нужно для женщины получаться нет нет товара никакого хочу может на ныду кап или сувель будем чашек делать женщины оценят надеюсь если что ссылочки будут в описании в контакте можно приобрести в группе этим самым вы меня поддерживать больше будет походов в лес лесных путешествий и жизни в землянке вы его заняли весной июбри, чтобы сестрее это желает ехать прошу прощения за шум здесь железная дорога еще рядом проходит из завод как обычно будет на 10 километров вот такое место увидел эти насыпь а тут посрединке землянка была как будто бы они копали зачем-то яму здесь в таком месте удобно было бы делать землянку уже можно просто делать крышу засыпать выравнивать стены но здесь не подходит мне слишком близко и плюсом камень скала надо хоть как глина что было вот это явление никак не пойму может кто-то кого-нибудь знает напишите в комментариях первый раз уже вижу что вот так это одна сосенка стоит галехонько сну снизу где-то метров на 4 вверх ободрана все вокруг одеты у нее шкура почему-то спала по какой причине уже не первый раз вижу то ли все умершая уже короеды съедают может под ней ну да такая суховатенько вот так вот других смотр смотрю видеоролики у других путешественников ну кто землянки там строят строят да так путешествует ночуют в чужих избах хотел поинтересоваться может кто-то знает карты может на каких-то отмечено вот марс на марсе в нашей суверловской области что-то нет не отмечено никакие избушки но по-любому уже они есть суверловская область большая интересно было бы чьей-нибудь избушки за ночевать погостить интересно так в принципе а то надоедает в одной и той же там избушке землянки посетить посетить бы еще где-нибудь так пишите в комментариях кто знает может быть какие-нибудь карты есть gps навигатор кинь 100 процентов где-то есть избушки заброшенные можно даже какие-то старые охотничьи вот так вот молния убивают деревья середину бахнул по ходу блин завод еще больше больше все слышно к нему ближе стали видим подходить значит тарахтила в это раздражает почему-то в городе не вот не обращается внимание на то ли то ли меньше слышно из-за домов кирпичных в городе завода эти ближе но слышно их намного меньше чем в лесу в лесу вот до завода километров пять наверно слышно его как будто он вот тут возле реки то их 1 в лесу то только на перезарах адрес ну с гвоздиками все равно придется жить, уже не вытащить для таких спортсменов, турник это бывший скажу, можно сделать из валежника, вкопать две штучки и приколотить к ним не обязательно к живым приколачивать деревьям да, найти бы сувель или кап, хорошо было бы, а то вечерами землянки делать нечего связи особо нету, дабы экономить электричество книги я особо не люблю читать, фильмы смотрят только как загруженные на телефон но лучше бы повырезать, посидеть, интереснее было бы посмотрим, может найду вот, какие-то тоже пещерки, она, не она, постарюще по карте здесь проходим в населенный пункт окраина города вот, для речки живут вот, злополучный завод тарахтелка дошли до него уже значит, скоро я должен до пещеры дойти вот еще какая-то дырка отверстие смотрим ну, это не так, вроде как давайте заглянем это глубоковато вроде так, что тут по следам следов, следов а, нет, все, конец уже тут вот это конец здесь высоко не то, что в той которая в прошлом видео был там, в полусогнутом состоянии здесь так, просторненько ладно, пойдемте дальше вообще я посмотрел и здесь у нас на уральском хребте на этом 26 пещер вроде как но на карте почему-то не все отмечены вот это вот не отмечено не знаю, почему тоже же пещера вот нашел вроде как бы образование попробую маленько подрублю, посмотрю не то, не то, не то это так грыжа какая-то соскочила верево тоже уже все обратно наверное пойду вдоль лэб она примерно все равно в ту что в сторону идет где землянка и там он березняка много может там есть потому что все уже здесь дальше не пойду уже там где-то пещеры внизу уже в сторону землянки нам надо будет возвращаться вот и все дошли весь ветер сейчас спущусь рассказывается что здесь два зала это понимаю один здесь второй там сейчас зайдем посмотрим это вообще не пещера походу сейчас посмотрим да это так дырки ну пойдемте посмотрим там ничего там тоже конец маленькая пещерка я думал она будет больше раз на карте обозначена которую перед этой ходили вот который полный рост стоял намного интереснее чем это странно почему это на карте отмечено то не отмечено вот вот так вот друзья показал еще две пещерки две три еще 23 штуки где-то такие же маломальские наверное да армад виталий витальек так спешите как вам путешествие можно говорю как-нибудь взять по теплу палатку провизии и устроить несколько дней путешествия по уральскому хребту этому саму так-то интересно в принципе если вам было бы еще интересно еще лучше вместе вы прогулялись жду ваших комментариев сейчас наверное земляночка мы пойдем что-то быстро сходил я думал дальше думал целый день прохожу что-то быстро дошел дорога просто хорошая тропиночка натоптана уже народом прошел немножко дальше посмотреть что здесь впереди а здесь опять пещеры здесь походу там еще одна да уж одна на одной глянем тут побольше нет только узкий проход я не полезу там такой зал вроде дальше пойдем посмотрим вторая что-то вот так вторая выглядит пойдем там поближе посмотрю проход есть нет нет там дальше залазить фу замалился залазить сюда нет вот там пластновато вообще находиться как будто там был проход но тут завалено уже обвал видимо был сваливает сюда если судя по картинкам которые я смотрел то это вроде бы вот эта пещера которая отмечена на карте но там видите вход засыпан так то вроде бы нормальный вход почти полный рост можно но завалило там гнезда ладно выбираюсь наверх на гору залазить отсюда я вообще в шоке тут пещера на пещере прошелся еще метров 200 наверное вперед пошел уже вылажу вылазить начал на выход на лэп смотрю а здесь опять пещера издоровенная обалдеть я вам сколько их штук сегодня уже показал шел к одной понятно почему их 26 штук потому что они тут на каждом шагу сейчас спущусь без телефона надеюсь обратно выберусь скользко здесь вот это я понимаю пещера так пещера высокая комфортная удобная такое можно жить не то что там эти норы но небольшая уже конец вот здесь начало вот окошко есть что-то дырявенька и вон там тоже уже просвет все исписан вообще все живого места нет древними людьми поинтереснее уже гора ой нора пещера точнее на вода выбегает такие ровные дырочки полированные ну ладно сейчас наверное точно уже все то что сейчас выбираюсь наверх и отправляюсь в сторону землянки по линии лэп можно смотреть осматривать березки сейчас перекушу попью чаю время обед уже и пойдем уже дальше спустился пониже это там ветер ветер прок надо будет проверить березовый сок наверное уже скоро начнется может уже есть в апреле вроде уже конец месяца может начался посмотрим столик какой-то в лесу стоит кто-то пикник устраивал что просто увидел кучу может вдруг эта землянка тут столик посмотреть подошел замаскировано но вроде твердо земляная не похож на землянку козлики косули не успел в камеру достать фокуса вдалеке нет сегодня утром мама у меня прислала у нее в деревне живут родители фотографии из окошка фоткала у них в полисаднике два козла для косули ходили обалдеть обнагляли ставлю сейчас эти картинки опа кажись нашел наконец-таки у меня уже голова устала идти вертеть все деревья посмотреть как я только туда залазить буду я не знаю сейчас подумал не срубить он по кругу тем более лет вы искать на что не неудобно нифига какой-то стремянку надо тут